Я думаю, что я сейчас перед собой держу не перевод, а оригинальный русский текст, ведь ответы давались на русском языке. И насколько я по памяти могу судить, здесь все написано так, как действительно оно и есть. О чем идет речь? Конечно же, никакому пожизненному содержанию Михаил Ходорковский себя не приговаривал, и никакого пожизненного срока наказания он отсюда не ждет. И даже формально юридически, по счастью, по тому обвинению, которое предъявлено, действительно может быть очень длительный срок, но пожизненного там быть не может. То есть немцы просто не поняли не так? Я не знаю, кто понял не так, дело не в их национальной принадлежности или гражданстве, а дело в том, как воспринимает само общество. Вот посмотрите, с какой готовностью была воспринята та неверная трактовка. Я хочу на это особый акцент сделать. Когда первый раз пошла интерпретация ошибочная о том, что Михаил Ходорковский ожидает пожизненного заключения и как бы уже с этим смирился, интерпретации-то были именно такие, с какой готовностью это было подхвачено. С моей точки зрения, это говорит во вторую очередь о том, что была допущена досадная ошибка. Понятно, что она была. Но это говорит о том, насколько живучи вот эти вот рабская покорность и страх в обществе. Что люди и даже передовая часть, продвинутая, пишущие люди, журналисты, отнеслись к этому как к чему-то само собой разумеющему. Я могу сказать, что ничего подобного, конечно, Михаил Ходорковский не говорил и не думал и не думает. Достаточно прийти на любое заседание Хамовнического суда, чтобы увидеть, в какой бойцовской форме находятся Ион и Платон Лебедев, как они дерутся за истину. И я уверяю, заверяю всех, что в этом ничего не может измениться. Все, что сказал здесь Михаил Ходорковский, что есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы он сидел всегда. Лично заинтересованы. Вот это мысли. Можно прочитать верные тексты. Официальный сайт защиты. Ходорковский.ру Михаил Ходорковский подчеркнул действительно, что те глобальные стратегические инициативы, с которыми пришел к власти в качестве президента Дмитрий Анатольевич Медведев, касающиеся правосудия, суда, верховенства, права, это то, что действительно в первую очередь нужно сегодня России. Потому что без этого никакая реформа, никакие преобразования, никакие институциональные продвижения невозможны просто. Они будут блокированы. И они блокируются сегодня, мы можем говорить это в настоящем времени, не только в будущем. Вот в этом состоит мысль Михаила Ходорковского, заложенная в ответе на тот вопрос. То есть, да, это действительно необходимо. Другой вопрос. Какие шаги реально предпринимаются? И если я не ошибаюсь, продолжая ответ на этот же самый вопрос, Ходорковский дальше говорит, что, к сожалению, конкретные шаги не всегда последовательны, и направленность их иногда настораживает. Вот здесь есть некая противоречия, действительно. К сожалению, слова и декларации, они не совсем, вернее, не так, конкретные решения и шаги, которые совершаются, принимаются, они не всегда соответствуют тем декларациям, о которых мы сейчас говорим. Ну и темп движения, конечно, понятно, что это, мягко говоря, очень непросто, и понятно, что это не может быть вдруг, в раз, быстро, да, нельзя проснуться, и уже правосудие торжествует. Но все-таки темп движения, по моему убеждению, должен был быть не таким.